Воскресенье, Ледовый дворец, 14.00. До начала очередного матча с Ка, 3 часа. Но жизнь здесь уже вовсю кипит. Трудно даже представить, сколько человек задействовано в подготовке Дворца спорта к игре и какую работу им предстоит провернуть за ближайшие 3 часа. После уборки первыми на трибунах появляются волонтеры клуба СКА. Назад, назад, назад. Еще. Да, да, вот. Синие и красные карточки с символикой СКА – это реквизит для болельщиков, который те с удовольствием активно используют во время матча. Такими картонками в среднем полтора часа. На весь зал, оба яруса, примерно 12 300 картонок. На трибунах работает 25 волонтеров, а всего в добровольной команде помощников 200 человек. Главный рабочий холл Ледового. Здесь параллельно происходит сразу несколько важнейших процессов. За безопасность хоккейного шоу отвечает служебная собака, а еще люди в черном. Это сотрудники охраны, несколько десятков человек. Кроме профессиональных требований, к ним предъявляют еще два обязательных. Максимально строгий внешний вид и исключительная вежливость. По прошедшему хоккейному матчу мы увидели, игра шла очень напряженно, не было особых нарушений порядка. Сюда же заезжают в обязательном порядке две машины скорой помощи. Мало ли что, помощь может понадобиться и хоккеистам, и зрителям. Готовность у медиков абсолютная. Почти одновременно с заливкой льда на пятом этаже дворца появляется этот. Очень известный и уважаемый в хоккейном мире человек. Комментатор СТО ТВ Андрей Шестаков. Это обязательная процедура перед началом трансляции хоккея. Проверка связи. Первое дело проверяемся с режиссером. Гоша, да, я вот заранее решил. Значит, сначала рассказываю спокойно. Да, сначала спокойно. Сегодня мы играем с командой «Медвежчак», которая... Этот голос знают все петербургские болельщики. И не только петербургские. Шестаков комментирует хоккейные матчи больше 15 лет. В свое время работал даже на чемпионатах мира. Но до сих пор к каждой игре он готовится максимально тщательно. И вот Кавачук прорывается по правому краю. Бросок, гол! Это проверка громкой связи. По правилам на рабочее место комментатор должен приходить за полчаса до старта игры. Но Шестаков на месте уже за два часа до начала. Потому что ответственно подходит к делу. И профессионал. Я должен встретиться, например, с ветеранами. Узнать что-то интересное о матче. Какие-то вот сведения, которые я по-другому никак не найду. В каком интернете никаких новостях. Я обязательно должен посмотреть сухую разминку соперника. Потому что это тоже очень важно. Потому что по сухой разминке соперника, ну это когда они в мячик играют, видно настроение команды. А на сухой разминке настроение отличное. Соперники Скат задорно и весело играют во что-то похожее на пионер-бол. В начало игры остается ровно час. На прошлом матче какой-то чех сказал, о, вот мне нравится фильм с участием с вами. Вот этот вот. Очень, говорит, вот этот персонал мне нравится. Настоящий царь. Царь Иоанн Васильевич. Новичок группы поддержки СКА. На трибунах появился только в этом сезоне, но уже пользуется колоссальным успехом у болельщиков. А сейчас надергают за форту проверить. Да, попробовали, но я сказал сейчас быстренько. В общем, вот, отодвинул быстренько. Через что, говорю, вон у меня есть мои опричники, быстро приходят. За бородой царя Иоанна прячется актер театра и кино Игорь Ламба. На трибуны Ледового в образе царя он выходит каждый раз, как на театральную сцену. Давайте мы опасный трюк сейчас подкажем. Какой? А, понятно. Соседи царя по гримерке «Волк» и «Заяц» тоже новички этого хоккейного сезона. Перед каждой игрой разминка не хуже, чем у хоккеистов. Вот так вот. Молодец, браво. Взживался в роль персонажа, чтобы мы прошли кастинг и наконец начали работать. Поэтому мы вжились на 100%. У нас полное перевоплощение по Станиславскому. Кирилл и Максим – профессиональные танцоры. И их подготовке даже некоторые спортсмены могут позавидовать. Эффекты у нас из стробоскопа. Это стробирующий прибор, которым мы пользуемся, когда забиваем гол. Это примерно вот нечто подобное происходит. Бросок Чудинова! Гол! Бодрость, энергия выделяется. Люди сразу реагируют на это. Мы же все привыкли ходить на дискотеку и радоваться, когда моргают приборы в такт музыки, например. Николай отвечает за световые эффекты на матчах СКА. В этой маленькой комнатке под крышей Ледова он и колдует над одним из лучших в Европе хоккейных световых шоу. Есть световые палитры, которые наложены на лед. Подобного плана – это предмачивает, так сказать, разогрев зрителя. Перед началом игры Николай настраивает пульт, корректирует программы подсветки или пишет новые, проверяет готовность световых приборов. Все они находятся под потолком на специальных подвесных конструкциях. И всего их 60 штук. Я, как понимаю, в России вообще, в принципе, даже подобной площадки по количеству нет. То есть у нас в Петербурге самая большая. Итак, все на своих листах, в том числе и зрители. Время 17 часов ровно. Хоккейное шоу начинается. Петербурге самая санта-мигаста-санта-манди-санта!